Первый вопрос – работа ярмарок-привозов в сельских округах. Комиссия, в состав которой вошли депутаты городского совета, сотрудники администрации и общественники, прибыли в село Джигинка. Неожиданный визит чиновников не застал продавцов врасплох. Все работали согласно правилам. Но замечания все-таки нашлись. Здесь же с аграриями в одном ряду расположились продавцы одежды. При этом разрешительной документации на торговлю у них не оказалось. Информация донесена до главы сельского округа. Цены приемлемы у нас на ярмарках. Идет постоянно мониторинг цен. Каждый четверг у нас. Они ниже рыночных на 15-20%. Единственный вопрос здесь касался, что рядом была стихийная торговля вещами, которой было дано поручение главе в кратчайшее время ее или узаконить и привести в соответствующий вид. А вот в станице Анапской проблема иного характера. Здесь ярмарка-привоз расположилась недалеко от школы. Многочисленные автомобили посетителей рынка не только создают угрозу жизни школьников, но и провоцируют многочисленные пробки на выезде из станицы. Депутат городского совета Светлана Хижняк выступила с предложением о переносе ярмарки в другое место. Здесь возможно не только организовать торговлю, но и сделать отдельную стоянку, которая не будет мешать другим автомобилистам. Альтернативный вариант – перемещение привоза в район рынка Николаевский. Однако эту инициативу депутаты и общественники не поддержали. В данный момент хотят ее перенести сюда на рынок Николаевский. У нас этот прецедент уже был когда-то. Здесь будет очень сильное столпотворение. Здесь у нас большой куст. Здесь Сбербанк, амбулатория, скорая помощь, полиция. И если сюда принести ярмарку привоз, то здесь будет перекрыто все движение. Тут невозможно будет двигаться. Также был рассмотрен вопрос о застройке сельских территорий. В станице Гостогаевская не так давно появился целый коттеджный поселок. Однако застройщик даже не озаботился вопросом его обеспечения мощностями. Заместитель председателя городского совета Александр Смирнов дал поручение разобраться в сложившейся ситуации. Ни одного столба электрического нет. Что с водой, что с электрическим. Завтра они придут. Вот это 50-60 домов. Придут и завтра скажут, давайте нам воду, давайте нам газ. Мы приехали, мы купили. Это ваши проблемы. Поэтому, чтобы этого не было, нам нужно сейчас помочь. И выполнить те указания, которые сегодня дал глава. Следующая остановка в поселке Виноградный. Благодаря неравнодушным жителям и поддержке городской администрации, здесь вновь продолжится строительство сельского храма. Необходимая сумма для изготовления и установки куполов собрана. Сегодня должен быть замерщик. Мы собрали деньги на купола. Он меряет эти вот именно барабаны, чтобы купола совпали с периметром строения. И сегодня будет еще замерщик, который будет мерить окна. То есть мы к весне должны подойти уже с куполами и с окнами. По весне, может, даже приступим уже к отделке. Это заключительное выездное заседание комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в уходящем году. Все проблемные вопросы по итогам этого объезда народные избранники обсудят на заседании, которое состоится в конце января. Тогда же и будут приняты постановления, которые придут на рассмотрение в главе города-курорта Анапа. Руслан Душевский, Анапа-регион.